О, бедный, бедный мужик! Вот сейчас будет, конечно, горячий привет от соседа! Хей-хей! Здорово, народ! Какие дела? С вами Сергей Халевы, смотрите канал Хэлплей! Надеюсь, у вас отличное расположение духа и прекрасное настроение, ведь мы с вами сегодня немножечко поностальгируем и окунёмся в наше детство! Мы поиграем в легендарную прекрасную игру под названием Как достать соседа, где вы, как наверняка помните, наш герой Вуди И будет доставать вот того жирного, неотёсанного мужела, на который ведёт себя отвратительно! Фактически это лицо всех наших нехороших соседей, поэтому мстя и пакости будут вдвойне, вдвойне сладкими! Давайте, перед тем, как приступить, друзья, к нашей традиции, выбьем за светлое будущее и прекрасное прошлое! Раз, два, три! Прочай! Ну и давайте начинать! Итак, вверху, друзья, это обучение пилотной серии, там нас учат просто, как брать предметы, как ходить и так далее! Скажу честно, игру я практически не помню! Более того, в детстве я её не проходил, потому что я там забил, я даже не помню, почему я её не проходил! В общем, практически ничего не помню, но думаю, как-нибудь разберёмся по дороге! Итак, смотрите, пакости на уровне 4 можно сделать, а сцен оценки пока 0! Итак, как мы скоро увидим наш сосед тот ещё тип? Редко застанешь его мирно сидящим в кресле, только если с дрелью! Исключения только подтверждают правила! А может, он просто задается и что-то высматривает? Выводе это не по душе! Придётся навестить соседушку, и при чём, друзья, с превеликим удовольствием! Подсказка, некоторые пакости в сериях можно пропускать! А, здорово! То есть не обязательно всё выполнять? Хорошо, давайте приступать! Итак, такой-то ТВ представляет, как достать соседа, друзья! В серии сделал гадость сердцу радость! Ох, это-это знакомо! Бывает такое, что действительно гадость в радость! Ну и, смотрите, друзья, наш сосед сразу сел, видим его мысли! Вот, для тех, кто не помнит, я вот напоминаю здесь, друзья, шкала его гнева! В общем, суть в том, что нам этого парня надо взбесить по полной программе, и вот здесь вот, где вы видите 0%, заработать нужно количество рейтинга, для того, чтобы пройти уровень! Итак, здесь у нас, как вы видите, счётчик пакостей, то есть на этом уровне можно сделать 4 пакости! И показано, сколько мы уже сделали из скольки! В принципе, на этом всё, и давайте приступать! Начнём с того, что обыщем комод! И мы здесь нашли подушку-пердушку! Ну вот, наш парень идёт с вами садиться, мы уже, ну, понятное дело знаем, куда её можно подложить! Потому что в другие места он, в принципе, никуда не положит, он нигде не садится! Зайдём, давайте, в ванную комнату! Здесь мы порыскаем в аптечке! Давай, будешь, что нашёл, использовать суперклейна! А если капля клея попадёт вам на руки, скорее бегите в ванную, иначе ваши ладони склеятся навечно! Смотрите, извращенец! Он собирается! Так, давайте, блиненько, сюда войдём! Он, короче, ходит только сюда и сюда! Смотрите, что он собирается за девушками смотреть! Да, давай, давай, давай! Так, телек! Это я помню! Давай, 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 телек! Так, и вроде бы... А, давайте подушку-пердушку сразу положим! Пусть-пусть-пусть-пусть уходим, Будди! Ох, он нас не поймал! Так! Смотрите, он такой, что? Телевизор? Как? Ну зачем, говорится, телевизор мой сломал, дебил? Хотя он даже не знает, что это мы! Так, обыщем быстренько тут! Так, ага, давайте! Так, здесь что у нас? Здесь яйцо, а клей? Клей! Ну смотрите, он смотрит в бинокль, нам показывали! Давайте клей использовать на бинокль! Да, действительно! И надо найти, куда использовать яйцо! А, микроволновка, точно! Ну-ка! И... Всё, друзья! И, кстати говоря, по-моему, это все четыре пакости! Он у нас 48% рейтинга у нас уже! Ну и давайте ждать! Сейчас наш соседушка пойдёт, собственно говоря, на кухоньку! Вот он идёт, такой довольный, вроде бы всё нормально! Ладно, телевизор, говорит, починил! Ну, это не я пердил, там подушку-пердушку, это дебил подложил! Вот, и... Ой, что, говорит, смотрите! Яйцо лопнуло в микроволновой печи! Да что ж такое? Мыть теперь, перемыть! Бедный парень! И сейчас он пойдёт смотреть на милых дам в окно! А вот этого делать нельзя! Ну и что с ним будет? Сейчас должны прикле... Да! Ха-ха! Приклеилось всё! Всё приклеилось! Получили ещё 30 рейтинга, ещё 3 бонуса, друзья! 97 процентов! Так! Всё! Вот он первый уровень, такой, можно сказать, полуобучающий! Зрительская оценка, друзья, 97 процентов! Чтобы получать здесь высокие оценки, вам надо ещё правильную очерёдность пакостей выбирать! То есть, чтобы получить вот здесь максимум, возможно, например, стоило сначала, чтобы он получил пакости на кухне, а потом уже пошёл сюда, потому что он долго сидел на кресле, шкала упала и так далее! В общем, камбушечку мы не доделали! Вроде бы как-то так! Ну, в общем, хорошо, мы с вами прошли, поехали в следующую серию! Итак, у телеэкрана соседушка в любимом кресле! Следите за тем, о чём думает сосед! Как вы поймёте, так вы поймёте, куда он вот-вот направится! Но мы это уже заметили! Итак, воскресный отдых! Сосед развалился в кресле перед телевизором с непременной бутылкой пива в руке! Ох, как нам всем это знакомо! И некоторые из вас наверняка тоже подобным грешат, только не за телевизором, а наверняка за экраном, за монитором! Время от времени он заставляет себя встать и тащиться к холодильнику за новой бутылкой! Как же Вуди улучить момент для пакости? Поживём-увидим! Решает Вуди и незаметно пробирается в дом! И здесь уже шесть пакостей, друзья! Сейчас будем уже играть внимательнее! Для начала надо изучить, где он будет конкретно ходить по дому! Итак, представляет, как достать соседа! Да! Это мы уже знаем в серии у телеэкрана! Так, давайте сразу-то обучим комод! Так, давайте, что мы теперь найдём там? Вечно что-нибудь попадается! Пила! Прекрасно! Давайте спрячемся в шкаф и прочитаем про пилу! Потому что я пока не знаю, где он здесь будет ходить! Там он ходил в эту комнату и как бы на кухню, да? За пивом! Здесь он будет за пивом ходить! И всё, и телек смотреть! Так, вот он идёт за бутылкой пиваса! Пила на что? Пила ей пилят! Прекрасно! Пилой пилят! Здорово! Что можно подр... Например, вот это можно! Хотя здесь использовать нельзя! Можно опять кресло! Наверняка подпилить ножки у кресла! Он, то есть, упадёт, бедняга! Опять можно испортить ему телевизор! Что ещё? Микроволновка тоже активна! Смотрите! А потом пиво! Пиво активно! Так, в холодильнике что-то есть? Ага, в принципе, понятно! По-моему, он всё! Он будет только ходить в эти две комнаты! В общем, соседушка пока маршрута не меняет! Давайте посмотрим, что в аптечке! Слабительное! Ну, понятно, слабительное наверняка, конечно, в пиво! Итак, давайте, я не знаю, с чего начнём! Наверное, надо начать вот, чтобы здесь все пакости сработали, а потом уже там! Так мы, наверное, больше комбухи срубим! Итак, сейчас он уходит! Отлично! Мы заходим по-быренькому! Давай, Вуди! Так, быстренько сюда! Здесь наверняка будет опять яйцо, да? Так, подмешаем в пиво слабительное! Так, яйцо в микроволновку! Всё, уходим отсюда! Так, ну-ка здесь шесть пакостей! Вот это интересно! А где же остальные? Так, давай, давай, давай! А, вот ещё телевизор, точно! Фух, он нас не заметил! Чё-то я поспешил! Так, потом надо попилить у кресла ножки! Ох, как долго! Ох, успеем ли мы, ребята? Я даже не знаю! Ох, мы не успеваем! Офигеть! А как успеть, слушайте? Кстати говоря, в холодильнике опять что-то есть! Это интересно! А что может быть опять в холодильнике? Опять яйцо, что ли? А, смотрите, нет, говорит, ничего нет в холодильнике! Ха, хорошо! Слушайте, блин, а как тогда попилить успеть? Это интересненько! Надо как-то прям совсем быстренько подловить, чё это дело! Интересно, он сейчас в действии... Ох, офигеть! Он пришёл внезапно вниз! Ха-ха! И набил нам рожу! Вот, друзья, переснять! Вот, вот что произошло! Ну, совсем я не ожидал, что он внезапно решит сменить маршрут! Кстати говоря, смотрите, оказывается, можно было что-то с толчком ещё сделать! А там ещё можно было что-то открыть! Я этого не заметил! Так, давайте сюда! А, вот так вот! Что мы здесь нашли? Туалетная бумага! Хорошо! Так, ещё что-то нашли! Так, туалетная бумага, не знаю, сюда! А, да, видимо, чтобы он засорился! Понятненько! Ох, какие мы с вами ублюдыши просто малолетние! Хотя нет, будем уже взрослые вроде! Ух, всё в какашках! Посмотрите, какой ужас! Так, он ушёл туда! Так, ага, пошёл, пошёл к креслу! Так, пойдёмте, Быленька, сюда! Так, слабительная Быленька в пивас! Ага, теперь сюда! Возьмём яйцо! Так, давай в микроволновочку его! Видимо, надо, короче, подпилить! Друзья, надо, чтобы он пошёл в сортир! А, он после слабительного сейчас пойдёт в сортир! Вот что было, друзья! Вот что оно! Вот что было! То есть, он сейчас выпьет пивас! Только я не понял, он, по-моему, после этой же комнаты, да, пойдёт туда! Поэтому есть результат спрятаться! Так, вот! Сейчас, сейчас будет самое главное! И увидит тут ещё и засор! А потом ещё надо ножку попилить! И телевизор испортить! Чтоб пацан, ну, прям вообще охренел! Бедный, бедный сосед! Мы, кстати говоря, эээ... Давайте вот сюда войдём! Потому что он уже пойдёт сразу вниз! О! Видали? Так, он в сортир пошёл! А мы, наоборот, идём с вами сюда! И непременно начинаем всё пилить быстрее! Он даже не... Кстати, он даже не заметил, что всё засорилось! Видимо, он сейчас покакает, решит спустить и только после этого увидит! Хотя, когда он подходил, уже было всё заметно! Давай, 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 давай! Так! Ага! Портим телевизор! И уматываем! Уматываем отсюда нафиг! Так, сейчас он куда? О! Нет! Он идёт за пивом! Так! Сейчас пойдёт за пивом, а мы с вами в шкаф! Ага! Супер! И всё, и мы в шкаф! И вот они, последние две пакости, друзья! Испорченный... Эээ... Испорченное кресло, и испорченный телевизор! Ох, сейчас мужик взбесится! Просто жестяк! Ха-ха! Интересно, что будет с креслом, для кого он сядет! Ха-ха! Испорченный телевизор! Шестьдесят девять процентов рейтинга, друзья! Мы уже с вами выполнили нужные условия! И... И всё! Опа! И набрали девяносто четыре! Девяносто семь процентов снова рейтинга! В общем, мы с вами очень популярное шоу делаем! И всё! Победили! Прошли! Всё прекрасно, друзья! Игра очень заводная, весёлая и приятная! Всё-таки напоминает о детстве! Ну что, поехали дальше! У нас сезон первой серии, третий сюрприз! Ко дню рождения, бедный! Будем издеваться во время дня рождения над бедным мужиком! С помощью пакости можно заманить соседа туда, куда надо нам! У соседа день рождения! Как всегда, он празднует наедине с собой, любимым! Задувает свечу и желает себе всего самого лучшего! Кстати говоря, смотрите, здесь динамит вроде бы вставлен в торт! Как бы намекает нам, да? Чудо-вечеринка, подпись! Между делом, он спускается заглянуть в почтовый ящик! А ну... А ну как пришла... А ну как пришла открытка или посылка с подарком! А вот бедолага! Разве так справляют дни рождения? Буде решать ему по-соседски помочь! Вот мы сейчас его поздравим, так сказать, со всей теплотой душевной! Давайте, поехали! В общем, он спускается к почтовому ящику, это надо иметь в виду. То есть, он теперь будет постоянным посетителем нижнего этажа! В серии сюрприз к дню рождения! Итак, можно будет сделать что-то, видимо, с этим, как его, с почтовым ящиком. Итак, он берет свечку. Ух ты, сколько всего мы нашли, смотрите! Так, и собирается торт. О, во-первых, смотрите, мама! Так, давайте, да, разрисуем. Это предсказуемо. Так, теперь сюда. Так, он идет проверять почту, отлично! Надеюсь, он не пойдет в сортир. Так, мышеловка, понятно! А мышеловку, друзья, нам, видимо, с вами нужна в почтовый ящик. Так, он вернулся. Так, телевизор мы уже испортить не можем, смотрите. Он, по-моему, сюда вообще не заходит, да? Так, ага, вот так вот. Теперь нам надо зайти в эту комнату, потому что он ее что-то вообще не хочет посещать. И когда он сейчас пойдет вниз и нарвется на нашу с вами мышеловку, мы, мы с вами, да, мы с вами сделаем, знаете что? Мы вот возьмем вот так вот в тортик-то. Нет? О, а почему? Так, я нашел яйцо. А, он пошел, смотрите, он пошел в сортир. Так, мы что-то еще не сделали с вами. Погодите, а почему мы не можем? О, это интересно. То есть я не могу воткнуть сюда. Нам чего-то не хватает. Так, погодите, а куда тогда надо? Куда надо тогда свечку? Так, спрячемся пока в этой комнате. Так, что мы еще могли с вами не взять? Там мы с вами все посмотрели. Мыльница, блин! Смотрите, оказывается, еще мыльницу можно смотреть. Надо быть внимательнее. Мыльницу еще можно взять было. Может быть, он как бы, не знаю, поскользнется и мордой в торт? И типа все. Вот таким образом мы его разозлим. Пока у нас с вами, друзья, сделано от четыре. Сейчас пакости будет. И еще есть предмет на пятую. И вот теперь и на шестую. Использовать мыло скользкий. Не дай бог выронить. Так, а, наверное, надо где-нибудь его, где-нибудь, знаете, сделать, куда он ходит. Вот, возможно, там подложить. Так. Здесь у нас ничего. А тут тоже ничего, да. Здесь уже... Здесь ничего нет. Так, коврик. Ага. Так, он пошел проверять. Понятненько. Пусть проверит все. Так, здесь тоже ничего. А как же нам с вами свечку-то активировать? Надо здесь как-то зажечь ее, может быть, да? Вот ночью не хочет он ее просто в торт вставлять. Это интересно. Так. Угу. Давайте поднимемся сюда. Да-да-да. Сейчас он пойдет проверять почту. Попробую подложить ему мыло вот здесь. Так. А ну-ка. Ага. Прекрасно. Нет-нет-нет. А может быть, микроволновку? А. С ума сойти. А, вот все. Мы типа заменяем свечки. И он сейчас по ошибке возьмет ее. Ха-ха-ха. А, бедный. Бедный мужик. Вот сейчас будет, конечно, горячий привет от соседа. Ха-ха. Просто было, видите, немного непонятно, откуда он их там берет. Как-то подходит. Так анимация выглядела странно. В общем, сейчас он сейчас зажжет. Ба-бах. Ха-ха-ха. А, итак, друзья, 94% и мы с вами все пакосты, кстати говоря, сделали снова. Есть! Мы победили. Прекрасно. Видите, понеходящих становится все сложнее и сложнее. Эээ, поехали. Четвертая, четвертая, четвертая серия. Яблочный пирог. На мокрой плитке так легко подскользнуться, а ведь плитка бывает не только в ванной. Эээ, кто сломал пирог, написано. Или сломал, а слопал. Кто слопал пирог? Что может быть лучше яблочного пирога? Думает сосед, ставя очередной ломтик в микроволновку. Ах, пальчики оближешь. Но если как следует приспичит, забудешь даже про яблочный пирог. И сосед стримглав мчится в ванную. Вуди остается только ловить момент. Должен же кто-то помешать соседу наслаждаться пирогом. Действительно, как-то так. Пирогом наслаждается. А мы, а у нас нет пирога. Мы завистники, знаете ли. Надо испортить кайф людям в округе нас. Потому что у нас все не очень хорошо. В общем, Вуди у нас настоящий живодер. Итак, под замком почта. И он, друзья, будет после яблочного пирога у нас бегать. Будет бегать у нас, видимо, в этот, как его, в ванную, да? Давайте сразу сюда. Так, смотрите, в сортире можем что-то делать. Ага, вот. Так, рулончик. Ага, прекрасно. Мыло давайте сразу возьмем. Так, ага, он сейчас в микроволнов. Ух ты, друзья, сколько всего мы взяли. Просто пипец. Так, значит, это сюда. Пусть подскользнется тут. А потом вот так вот. А он сюда опять не заходит, что ли? Да-да-да, смотрите, он идет в ванную. А сюда он опять не заходит. Ах ты, какой проказник, а. Так, пирог, что-что-что-что. Вот это, наверное, заменить вот на это, да? Нет, значит, вот это заменить на это. Да-да-да-да, точно. Опа, смотрите, он там подскользнулся пока что. Так, берем яйцо. Сюда. Ох, быстрее надо все делать. Так, а в пирог что добавить? Может быть, как-нибудь приправить его вкусненько? Может быть, клей... Нет? Может быть, вот этим? Нет, смотрите. Так, хорошо. Давайте сюда. Все, сортируем, починил. Пока мы его на 19% рейтинга мы с вами получили. А, он чистит зубы, смотрите. А, вот оно. Использовать волосин. Для этого средства волосы вырастут даже на груди. Ага, то есть надо еще сделать подставу в ванной комнате. Вот оно что. Понятно. Он там, в общем, чистит зубы. Понятно. Надо заменить зубную пасту, видимо. И другие вещи. Так, давайте. Спускаемся. Предлагаю разрисовать портрет его прекрасной мамы. Вот так вот. Все, он там сейчас пока приготовится. Мы сейчас, Беринка, здесь все с вами заменим. Так, как-то вот так вот, да? А, вот, вот, вот так вот, да? Ага. Так, и вот так вот. Все, друзья, мы все заменили. Ну что, я предлагаю спрятаться сюда и, и как бы все. Только, погодите, еще одна пакость. Друзья, ее еще нет. Одна пакость осталась. Смотрите. Да, то есть сейчас вот будет раз, два, три, грубо говоря. Это шесть, получается, пакостей. То есть осталась еще одна. В этой комнате ее точно нет. Возможно. Нет, микроволновки мы использовали. Там тоже. Странно, я больше не вижу, на самом деле. Оттуда мы взяли предмет уже. Так, отсюда мы тоже, ведь, вроде все взяли, да? Или из комода мы не все взяли? Нет, по-моему, все. Ха. В общем, я не знаю, друзья. Мыльницу мы взяли. Все, вроде бы, да. Где-то еще находится одна пакость. Непонятно, если честно, где. О, сейчас он будет мыться с вами. Мыться, вернее. Чистить зубы. И подмышки. Да, здесь ничего нет в комоде. Я перепроверил. Ха-ха-ха. Приклеился. Приклеился. Уже 73% рейтинга. А, или нет, погодите. Или сейчас будет последняя пакость, и все будет в порядке. А, да, нет, мы все выполнили. Точно. Я... Сергей, что-то с математикой не то было. Короче, 94% рейтинга, и снова все пакости. Фух, а я подумал, что где-то чего-то не заметил. Здорово. Прошли еще очередной уровень. Очередная, очередная серия пакостей, друзья. Удалась. В общем, я думаю, что мы, кстати говоря, неплохо прошли. 97, 97, 94, 94. Такая стагнация потихонечку идет. Чувствую, что здесь будет там 13, и так далее. В общем, друзья, я надеюсь, вам понравилось. Немножечко освежили вам воспоминания, какую-то ностальгию. Друзья, пишите комментарии и ставьте лайки, если хотите увидеть продолжение прохождения пакостей с нашим соседушкой. Я искренне надеюсь, вам понравилась игра просто замечательная. Также не забывайте подписываться на канал. Есть группа ВКонтакте и группа в Стиме. У нас там много чего интересного. Новые ролики там тоже постятся, поэтому, возможно, будет удобно следить за ними. Болтаю я там с вами иногда и прочие-прочие ништяки. Также у нас есть канал на Твич, там проходят прямые трансляции. Второй канал на Ютюбе, где выкладываются их записи. И, конечно же, есть я ВКонтакте, но, как всегда, никому не интересно. Вот, ладно, с вами был Сергей Халуев. Всем сам наилучшего, прекрасного, хороших вам соседей. И самое главное, будьте и вы прекрасными соседями. Всем пока! Вот это вот нас ведет. Видите, это какой-то чувачок, который наклонился. Вот этот вот рисунок нас постоянно ведет. Но давайте вот сюда. Так, я упал. Так, манекен в ванной. Этот парень точно псих, никаких сомнений. Смотрите, там... Смотрите, там в правом углу очертание... Видите, вот... Вот в правом углу тень от кого-то. Туалет. Туалет, смотри.